Весник ополчения 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 Ну, кстати, по каким? Знаете, Данил? Расскажите, расскажите. Ну, во-первых, конечно, штаб ополчения, он воюет на своей земле и защищает свою землю. А штаб АТО, он занимается здесь у нас терроризмом. Во-вторых, конечно, штаб ополчения умеет воевать, а вот штаб АТО что-то у него не очень получается, несмотря на всю его технику и колоссальное превосходство в силах. Ну, и самое главное, штаб ополчения, он никогда не врет, а вот штаб АТО, он все время занимается какими-то дезинформационными, значит, операциями. Так вот, чтобы не было никаких сомнений в том, что это произошло, действительно, во-первых, не 13 человек было убито этих правосеков, а 14. Во-вторых, трое еще взяты нами в плен. Вот, на что-то никто не сомневался, вот это из того автобуса, вот как раз, да, вот эти удостоверения правого сектора. Вот они, значит, вот как раз правый сектор, удостоверение номер 160, Поволодский, Александр Александрович. Вот это как раз из той компании, которые приехали тут на нашу землю в качестве карателей. Ну, а результат вы, в общем, видите, да, чем это заканчивается. Вот, и что касается прочих слухов вокруг этого автобуса, что якобы каких-то пленных там менял, никто там никаких пленных не менял, и никаких потерь у нас в этой операции у ополченцев не было, за исключением одного нашего раненого бойца на блокпосток, потому что там началась перестрелка, а один был ранен, да. Игорь Борисович, скажите, а с какой области эти ребята? Давайте посмотрим, как написано еще у нас. Днепропетровская область. Вот конкретно эти правосеки из Днепропетровской области зачем-то оказались на Донецкой земле, ну и чем это кончилось, все видят, да. И так будет далее. Игорь Борисович, во Львове объявили траур по двум бойцам украинской армии погибшим в зоне АТО. Прокомментируйте. Да, вот это интересно. Значит, вчера во Львове объявили общегородской траур по поводу того, что туда доставили тела двух убитых, значит, бойцов львовских, которые здесь погибли от наших пуль. И ясно, что это совершенно информационная такая, дезинформационная, точнее, операция, потому что объявлять траур во Львове давно пора, но не по двум бойцам, понимаете. Они ведь хотят сейчас изобразить дело так, что у них очень маленькие потери. Вот два бойца погибли, и у нас уже траур. Значит, рассчитано на дураков. На самом деле здесь погибли не два бойца уже давно, а хоронят их здесь сотнями и тысячами. Но Львову надо скрыть эти потери, Киеву надо скрыть эти потери, поэтому они по двум бойцам объявляют траур. А куда деваются сотни этих бойцов, куда деваются тысячи? Они их сейчас прячут, как только могут свои потери. Они заявляют, что их бойцы там дезертировали, на самом деле они в земле давно лежат. Они заявляют, что бойцы пропали без вести, они прекрасно знают, что они убиты. Они рассылают родителям там смс-ки с успокаивающими записями, что у меня там все в порядке, не волнуйтесь. А эти бойцы уже убиты давно, и смс-ки распространяются, так сказать, уже от имени покойников. То есть задача Киева сейчас максимально спрятать потери. Потери колоссальные, понимаете. Наверное, никто не ожидал, когда они эту так называемую АТО организовывали, никто не ожидал, что эта АТО выльется в огромную широкомасштабную войну, и что потери эти будут просто катастрофически для Украины. Понимаете? И теперь это как-то надо прятать от населения, потому что действительно начинается паника. Люди же видят, что пропадают сотнями и тысячами бойцы. И вот отсюда вот эта вот пиар-акция с трауром по двум бойцам во Львове. Вот. Отсюда. Ну а остановить это, конечно, надо. Вот это, так сказать, безумие, самоуничтожение, которое на Украине вот эти власти киевские устроили. Да, это надо останавливать эту войну, безусловно, это все прекрасно понимают. Вот. И люди, которые их сюда гонят, кто-то, вот как этот правый сектор, сюда добровольно едет, а кого-то ведь сюда заставляют силой ехать, участвовать в этой братоубийственной войне. Вот. Но все, кто сюда едет, должны отдавать себе отчет в двух вещах. Ну, во-первых, люди, которые здесь защищают свою землю, они воюют много месяцев уже. У них колоссальный боевой опыт. Это, наверное, сейчас лучшие солдаты, по крайней мере, в Европе, да. То есть это люди, которые получили громадный опыт, боевой, причем не просто боевой опыт, а они же всегда, начиная со Славянска, сражались в соотношении сил один в десяти. И они уже умеют сражаться один в десяти, их это совершенно не смущает. Поэтому те, кто сюда приедут, они должны понимать, с каким противником они встретятся. И чем это для них закончится, понимаете, да. Вот. А во-вторых, эти люди, которые стоят в рядах нашего ополчения, это в основном донецкие и наши шахтеры, они защищают свою землю. Им некуда и незачем отступать. Они будут защищать ее здесь до последнего. И поэтому пусть люди там с Украины, с Киева и со Львова, которые сюда приезжают, они понимают, с кем они здесь встретятся и чем закончится для них этот преступный поход. Поэтому еще раз обращаюсь к украинским офицерам, настоящим офицерам. Не забывайте, вы это знаете, существует статья о выполнении преступных приказов. И вот выполнение преступных приказов – это тоже преступление. То, что вы сейчас делаете здесь, на Донецкой земле и на Луганской земле – это преступление. И за это будете отвечать и вы, и те, кто эти команды отдает. Вот. Ну и я совершенно не сомневаюсь в том, что мы все вот эти удары, которые сейчас, пока еще продолжаются, выдержим, выдержим их с честью и в конечном итоге победим. Хотел бы обратиться к матерям украинских солдат. Я рекомендую проверить, где сейчас находятся ваши дети и живы ли они. И если они живы, забирайте их домой, пока не поздно. С вами был Вестник Ополчения. Всего доброго. До свидания. До свидания.